Музыка Проектируя набережную около дворца Арджиникидзе, архитекторы писали, наверное, в своих пояснительных записках что-то типа «После культурного отдыха во дворце трудящиеся смогут прогуляться по набережной и насладиться великолепными видами флагмана черной металлургии. Местом массовых народных гуляйний набережная так и не стала, но вид отсюда открывается действительно неплохой. ТВ ММК в эфире. Здравствуйте, я Игорь Гурьянов. На этой неделе без лишнего, как говорится, шума и пыли в стенах городской администрации произошло событие, которое смело можно помещать в рубрику «Официальные хроники». В городской администрации с участием первых лиц города, комбината, предпринимательского сообщества обсуждали, как им жить дальше. С максимальным использованием, как говорили в релизах громадного потенциала флагмана. Вспомнили про моноэкономику, диверсификацию, а лейтмотивом встречи было следующее. Магнитогорский металлургический комбинат готов к сотрудничеству и расширению партнерских отношений с малым и средним бизнесом нашего города, при условии, что это будет реальный сектор экономики, иными словами, производства. Разговор был непростым, но конструктивным. Более 150 только заявленных представителей малого и среднего бизнеса, руководителей общественных организаций и муниципальных предприятий, начальники ключевых управлений, первые лица города и комбината. Даже состав участников предполагал серьезность заявленной тематики и намерения участников форума. В таком составе собравшихся, наверное, впервые. Люди, в большинстве своем деловые, ценящие не только свое, но и чужое время, на реверансы его тратить не стали. А деловую тональность встречи задал во вступительном слове глава города Сергей Бердников, напомнив собравшимся о том, что Магнитогорск является моногородом, со всеми вытекающими из этого определения последствиями, прежде всего, наличием градообразующего предприятия. Я всегда говорю, что это не наша проблема, это наше счастье, потому что вы успешно работаете, и, в общем-то, сегодня город продолжает успешно существовать и жить. Но, наверное, было бы неправильно успокоиться и, так сказать, на этом поставить точку. Все-таки мы видим, что нормальным течением обстоятельства и развития города будет являться диверсификация экономики. Все-таки правильнее, если будет существовать еще много разных направлений, в том числе, конечно, трудно переоценить роль малого и среднего бизнеса. Встречаться с малым бизнесом еще накануне было решено раз в кварталах, чтобы, как говорится, держать руку на пульсе. В ходе подготовки этого форума, отметил Сергей Бердников, был сформирован некий пул вопросов относительно взаимоотношений городского бизнеса и ММК. Общую тенденцию можно обозначить так. Оптимальное использование потенциала комбината для развития предпринимательства, прежде всего, в сфере производства. Здесь есть куда двигаться, говорил в своем докладе генеральный директор УАО ММК Павел Шеляев. Доводы и аргументы он обосновывал статистикой прошлого года, показывающей, что комбинат продолжает занимать лидирующие позиции в части занятости населения, социальной политики, оплаты труда своих работников и работающих в группе компаний. Шутка ли, более трети трудоспособного занятого населения – это основное производство и группа компаний. 57% налогов – это группа компаний ММК, занято 38% трудоспособного населения занято в группе компаний, или в нашем ареале. Ну и вот порядка 2 миллиарда 150 справочно мы, группа компаний, направляем на социальные программы. Вкратце остановившись на кадровой политике, статистике по зарплате и основных трендах инвестиционной стратегии, Павел Шеляев акцентировал внимание на точках соприкосновения городского бизнеса и ММК. Здесь категорически неправильным и даже вредоносным является мнение некоторых предпринимателей о некой меценатской миссии комбината. Хотя вся логика существующего положения и диктует поддержку прежде всего местного бизнеса, делать это нужно грамотно и осмотрительно, не отменяя конкуренцию и не взращивая паразитов. Приоритет безоговорочно реальному сектору экономики. Здесь неоценимую помощь городскому бизнесу может оказать уже готовый к открытию индустриальный парк, освободившийся промплощадки калибровочного завода. Заходи и налаживай производство. Вот-вот должен получить аккредитацию, и там уже тогда льготы по налогу на прибыль, и освобождение от налога на имущество. И мы приглашаем всех, в том числе и на эту площадку. Это площадка, так называемая, площадка-калибровочная площадка. Там есть энергетика, там есть инфраструктура. Мы готовы рассматривать всех как партнеров. От первой встречи в таком формате утопично было бы ждать конкретных шагов и бизнес-проектов. Как заметил Павел Шеляев, все участники получили своеобразное домашнее задание, чтобы проанализировать информацию, сформулировать мнение и уже через квартал говорить на ту же тему более предметно. И сейчас на промплощадку знакомятся с новыми героями нашей уже полюбившейся постоянному зрителю традиционной рубрики «Портретная галерея героев». Из рабочих в инженеры, а в мечтах и планах дорасти до начальника цеха. Трудовая история лучшего мастера ММК по итогам прошедшего месяца Дмитрия Гаврилова. Хороший пример того, как человек может оказаться на своем месте, на кого учился, там и пригодился. Энергетик по образованию, он не только знает, как работает его турбинный участок парасилового цеха, но и готов предложить, как модернизировать производство. О мастере-рационализаторе прямо сейчас. Следить за безопасностью работы персонала и за безаварийностью работы оборудования. Так вкратце можно рассказать о служебных обязанностях мастера турбинного участка парасилового цеха. В этой должности Дмитрий Гаврилов трудится седьмой год, а устроился на ММК машинистом-обходчиком турбинного оборудования. Еще будучи рабочим, от и до изучил производственный цикл своего участка. Два турбогенератора, предназначенные для выработки электроэнергии, которые, можно сказать, уходят в сеть промплощадки ММК, для того, чтобы меньше закупать нам. Также турбогенераторы дают пар в промышленный отбор, и в отопительный период этот пар нагревает воду теплофикационную и обогревает северный блок цехов. Пойти учиться по специальности промышленная теплоэнергетика Дмитрию посоветовал отец. Сегодня на ММК сложилась трудовая династия Гавриловых. Из рабочих в инженеры Дмитрий вырос при своем начальнике Евгении Ческидове. Последний, говорит, рост этот заслуженный. Мастер получается в данном случае у меня как правая рука на участке. Общий язык нашли в принципе сразу, то есть исполнительный, работящий. Также, значит, хорошее знание в энергетике показывает. К тому же Дмитрий – постоянный участник научно-технических конференций молодых специалистов металлургического комбината. Несмотря на то, что турбинный участок, где он работает, был запущен в 2005 году, здесь уже есть что переделать, модернизировать. В партнерстве мастер и начальник участка выдвигают по 10 рационализаторских предложений за год. Продолжают воплощаться у нас такие энергоэффективные, можно даже сказать, рационализаторские предложения. Это модернизация градирно-оборотного цикла, замена модулей на отечественный челябинский МГ-500. Если машину можно переделать, то вот людей нет. А Дмитрию приходится выстраивать работу с достаточно большим коллективом машинистов-обходчиков, машинистов-поста. Грамотный специалист объяснит на понятном языке, что нужно сделать, где-то подскажет. То есть, ну, на него можно положиться. Сам Дмитрий готов расти и дальше, продвигаться по карьере, учиться по специальности. Теплоэнергетику он считает перспективным направлением. Ведь электроэнергия производству всегда необходима. Проведение ежемесячных конкурсов профессионального мастерства на Магнитогорском металлургическом комбинате прописано в коллективном договоре между предприятием и работниками. Однако выявление лучших – это не просто способ мотивации. Это еще и возможность для руководителей увидеть и выделить людей, полностью отдающих себя профессии. Телекомпания ТВН регулярно знакомит телезрителей со специалистами, получившими эти почетные звания. На этот раз съемочная бригада нашей телекомпании побывала в кислородном цехе, где работает лучший мастер Сергей Комаров. Кислород, азот, аргон – вот продукты, необходимые для жизнедеятельности всего металлургического гиганта. Производить их в достаточном количестве и с минимальными затратами – задача кислородного цеха. Сегодня цех оснащен по последнему слову техники. Модернизация производства идет семимильными шагами. Вот, скажем, только что закончилась большая реконструкция, которая позволит цеху производить продукцию с еще меньшими затратами. Соответственно, персонал новым машинам и агрегатам нужен хорошо обученный, подготовленный. По-другому все сейчас. И экономики стало намного больше в нашей жизни и в работе. Компьютеры, автоматизация различная. Конечно, все это нужно изучать, понимать, знать. Сергей Комаров в кислородном цехе уже 14 лет. Пришел сюда сразу после училища, где получил специальность механика по холодильному оборудованию. Затем была армия, после которой решено было получать высшее образование. Потом вновь в кислородный цех. Работал бригадиром участка. Сегодня Комаров – старший мастер компрессорной станции. Он хорошо очень выполняет все свои обязанности, знает участок. Компрессорных у нас 5 штук. Разбросанных по всему комбинату. Персонал относится к нему доброжелательно. Он, в принципе, довольно хорошо с ними общается. Требовательно. Но справедливо, так скажем. Сергей Игоревич считает, что профессиональный рост возможен лишь в том случае, если ты выполняешь все, что требует должностная инструкция, и еще чуть сверху. Так, например, было во время последней реконструкции, в которой Сергей Комаров принимал самое активное участие. На станции модернизировали два компрессора, меняли внутреннюю часть для увеличения производительности. По итогу оборудование стало более энергоэффективным, снизилось влияние человеческого фактора. Для руководителя, конечно, нужно в этом жить. То есть мы порой и оставались после смены, и выходили в выходные дни, чтобы довести до конца, до логического завершения какую-то работу. В период реконструкции плотно работали с шеф-инженерами. То есть здесь, конечно, не получится так, чтобы уйти и доделать на завтра. Необходимо все закончить сегодня, чтобы это все завтра работало. Как металлургический комбинат никуда без кислорода, так и металлургу невозможно без надежного тыла. Семья, говорит Сергей, это то, что дает силы и желание вкладывать в работу достаточное количество энергии. Особенно, когда невольно приносишь домой рабочие проблемы. Тут как никогда важна поддержка жены. Она у меня относится с пониманием. У нее такое огромное терпение, такая доброта, что я порой сам удивляюсь, почему она на меня не злится. Вот, бывает раздражение какое-то, но она сглаживает все это. И очень я ей за это благодарен. Мы продолжаем портретную галерею героев производства. Сменный мастер шестой доменной печи доменного цеха ОАО ММК Константин Малак признан лучшим мастером предприятия по итогам минувшего месяца. Чем Константин Сергеевич заслужил столь высокую оценку со стороны руководства, выясняла наша съемочная группа. Константин Малак впервые пришел в доменный цех в 2000 году, когда проходил производственную практику. С тех пор он прошел практически все звенья трудовой цепи. Сначала горновой, потом работал на загрузке, после в газовом хозяйстве. А в 2010 году стал сменным мастером. Придя в мастера, я осознал, что я не просто должен быть хорошим технологом, но еще добавляется работа с коллективом. То есть надо учиться и уметь работать с людьми, мотивировать людей, где-то подталкивать их в нужном направлении. Сейчас в подчинении у Константина Сергеевича 10 человек. И в работе мастера очень важно найти подход к каждому. И это сделать удается. Требовательный, но справедливый. Так оценивают его подчиненные. Константин Сергеевич зарекомендовал себя в моих глазах как ответственный, добросовестный, исполнительный мастер на производстве. Порядочный, честный человек. Отлично знает свое место работы. И предпринимает все, что необходимо, даже в экстренных ситуациях. Звание лучший мастер – это вполне закономерный результат работы Константина. Еще будучи газовщиком, он становился победителем научно-технической конференции. И вообще, желание узнавать новое – это отличительная черта героя сюжета. И она, в том числе, позволяет строить хорошую карьеру. Желание учиться. Понимание того, что если ты чего-то добился, вот сейчас на данном этапе, это не твой потолок. То есть человеку всегда всю жизнь есть чем научиться. Всегда открываются какие-то новые горизонты, какие-то новые нюансы даже одного и того же процесса. Не секрет, что на комбинате очень много трудовых династий. На ММК работал и отец Константина. Стабильность – вот что привлекает многих в градообразующем предприятии. Хотя есть и другие факторы. Наверное, каждый, кто хоть раз побывал в домином цехе во время выпуска «Чугуна», согласится – красота горячего металла завораживает. Это действительно красота. Я думаю, многие пацаны меня поймут, что там в детстве костры, спички, бенгальские огни, то есть хлопушки, как бы все забавы пацанов такие вот. Достаточно опасные, но в то же время интересные. Ну, а здесь это все реализовано в полной мере. Ну, действительно, очень красиво. Лучшим газовщиком газового цеха ОАО «ММК» по итогам работы в феврале этого года признан Илья Лапин – выпускник Магнитогорского индустриального колледжа. Илья устроился работать на комбинат шесть лет назад. За это время молодой специалист не только прекрасно освоил выбранную профессию, влился в коллектив, но и подключился к рационализаторскому движению на ММК. С лучшим газовщиком познакомилась наш корреспондент. Илья Лапин – газовщик участка газовой сети, как сахимического, агломерационного, сталиплавильного и прокатного производства газового цеха. От работы участка зависят поставки газа на производственной площадке ММК. Не случайно, в шутку, это подразделение рабочие называют «газпромом комбината». В настоящее время вы видите газорегуляторный пункт ЛПЦ-11. Задача газовщика – обслуживание оборудования ГРП, постоянный контроль подачи газа в цех, его давление. Нам приходит газ высокого давления на ГРП. И здесь уже мы путем регуляторов понижаем его до заданного, до того давления, которое необходимо самому потребителю. Для каждого цеха есть свое ГРП. У нас всего 14 ГРП, которые находятся по всему комбинату, также за территорией комбината. Непрерывное производство нуждается и в бесперебойной подаче газа. Как говорится, 24 часа в сутки, 365 дней в году. Поэтому к своей работе, вопросам обслуживания оборудования ГРП, Илья Лапин относится крайне ответственно. Чем, кстати, и заслужил уважение своих коллег и руководства цеха. Илья у нас делает так, что он сделал в это дело, в эту работу. В дальнейшем можно не входить, скажем так, и не переделать за него то, что он уже сделал. Если он произвел отстройку оборудования на ГРП тех же самых, то мы знаем, что это оборудование, которое он сделал, дальше будет работать беспроблемно в тот период, который ему обязан быть между текущими ремонтами. По словам Ильи Лапина, даже в такой серьезной технической работе, как обслуживание газового оборудования, всегда есть место для творчества. Илья Михайлович, будучи мужчиной, что называется, рукастым, увлекся рационализаторством, разработкой технических нововведений, позволяющих продлять срок службы оборудования, бороться с избытком давления в трубопроводе, оптимизировать его работу в целом. Сейчас мы планируем внедрить на парамер предохранительный клапан, для настройки предохранительного клапана, для быстрой. Илью Лапина, как ответственного специалиста, профессионала, признали лучшим газовщиком участка газовой сети газового цеха ОАО ММК по итогам работы в феврале 2017 года. Старший лаборант химического анализа ТЭЦ Магнитогорского металлургического комбината Елена Болотская вошла в список лучших работников предприятия по итогам прошедшего месяца. Уже почти 30 лет после окончания Горно-металлургического института Елена Васильевна совершенствует полученную в УЗИ специальность охрана окружающей среды и водных ресурсов. Подробности далее. В зоне ответственности лаборатории оперативного контроля ТЭЦ ММК водно-химический режим всей станции. Экономичная и безаварийная работа ТЭЦ зависит в том числе и от того, насколько грамотно лаборант выполнит свою работу. Работа заключается в том, чтобы оперативно выполнить анализы, качественно, потому что вода постоянно меняется, режимы оборудования меняются, в соответствии и качество воды меняется. Бывают включения, бывают пуски после ремонта, после промывок. И мы контролируем непосредственно нормы воды, чтобы они соответствовали. Мы контролируем работу всего оборудования, добавляет Елена Васильевна, водоподготовительного и теплоэнергетического, а также держим руку на пульсе тепловых сетей. Ухудшение водно-химического режима влечет образование коррозии на стенках агрегатов и отложение солей в проточной части турбин. Каждый вид оборудования ТЭЦ требует определенного вида воды. Ее здесь подразделяют на питательную, котловую и сетевую. Соответственно, и анализов нужно делать множество. Благодаря таким скрупулезным людям, как Елена Болотская, котлы и агрегаты ТЭЦ работают максимально эффективно. Елена Васильевна у нас ответственный человек, добросовестный. Опыт работы у ней уже достаточно большой. И исполняет обязанности старшего мастера, ведущего инженера-химика. Передает опыт новпримятым работникам, то есть делится своими знаниями. По итогам прошедшего месяца Елена Болотская вошла в список лучших работников ММК. И это более чем заслуженно, ведь безупречно выполняет свою работу она уже почти 30 лет. Многие герои наших репортажей не единожды становились победителями и лауреатами трудовых соревнований на ММК. В частности, Юнир Хайрединов, дозировщик горячего возврата второй аглофабрики. Познакомившись с ним, мы в очередной раз убедились, чем сложнее и вреднее производство, тем сильнее к нему прикипают люди. На рабочем месте Юнира разговаривать, а уж тем более записывать интервью, невозможно. Пыль, грохот, жара, влажность через 10 минут без респиратора начинает першить в горле и скрипеть на зубах. Очень недовольны камерой микрофон. Немножко грязновато у нас, словно извиняюсь, говорят люди, проводящие в таких условиях всю рабочую смену на протяжении многих лет. Текучка кадров здесь минимальная. И не без гордости те же люди показывают уже готовые к отправке составы с агломератом, исходным сырьем для доменного производства. Чтобы железная руда была максимально лишена ненужных в производстве примесей, ее как угольно, как сахими, сначала дробят, потом запекают, как пирог. В зоне ответственности нашего героя и вот этот участок. Мало того, что здесь пыльно, температура, наверное, как в сауне. Прямо над нами находится агломашина. В ней около сотни тонн раскаленного, как вулканическая лава железорудного сырья. Иногда оно высыпается с транспортерной ленты. Село ПТУ армия производства. У таких, как Юнир биография, как и записи в трудовой книжке, не пестрят разнообразием. Еще в начале нулевых молодого тогда рабочего заметили по достоинству, оценили его трудолюбие, ответственность и уже тогда совершенно взрослый подход к доверенному делу. Сказались и организаторские способности. Юнир исполнял обязанности мастера и бригадира. Этот парень, он у нас с инициативой. Он сам, можно сказать, ищет себе работу. Он выполняет ту работу, которая ему поручена в течение смены, которую он должен делать. И в течение смены еще и выискивает, что ему еще поделать. То есть у этого человека довольно-таки очень много энергии. Таких людей у нас, конечно же, много на фабрике. Но вот одного из лучших мы выбрали на данный момент. Инициативность проявляется не только на рабочем месте. В свободное время Юнир с бригадой постоянные гости горнолыжных центров зимой и участники пикников летом. Стоит ли говорить, кто организовывает ребят? Кроме этого, наш герой – общественный, уполномоченный по охране труда и рационализатор. При этом совсем не похож на чистенького активиста, а-ля поближе к начальству, каких мы недолюбливали еще со времен комсомольской юности. Совершенно типичный работяга, чуть стесняясь рассказывающий, за что он любит вот такую работу. Мне эта работа нравится, своя. С первых дней тяжелая, работа у всех тяжелая. Там бывает, ну, приходится работать, привык я уже, и мне вот своя работа нравится. Остался здесь и как-то не собираюсь уходить. Ну, коллектив хороший, да, с руководителями нормально, хороший тоже. Вот и получается, что внешние факторы меньше всего влияют на то, что мы называем счастьем. Юнир счастлив вот так и вот здесь. Правда, во время разговора он улыбнулся лишь однажды, когда заговорили о семье и детях. Их у него трое. С работы домой сразу, там дома детьми возиться, и на работу обратно так же. Нормально успеваю, и там, и тут. Жена пока в декретном отпуске, но дома находится с детьми. У меня тут дочка сегодня день рождения, вот. Три годика ей. Нормально все. И никогда наш герой, как и другие участники нашей портретной галереи, не скажут про себя. Скажем мы. На таких, как Юнир, держится не только комбинат. Держится страна. И пока они есть, будет нормально все. Пройдет совсем немного времени, две недели. И у героя нашего следующего материала будет масса свободного времени, чтобы, может быть, прийти сюда, облокотиться на чугунную, кстати, ограду и произнести ту же самую фразу «Нормально все». Во всяком случае, записывая интервью со старейшим горновым, девятой доменной печи Александром Родиковым, я услышал эту фразу «Нормально все» несколько раз. Он говорит, что не жалеет об уходе, дескать, уходить надо вовремя, подросла молодая смена, будет время отдохнуть, а глаза при этом грустные. Шутка ли? 41 год на домне. Он пришел в доменный цех в 1976 году. После небольшого перерыва на армию нигде, кроме девятой доменной печи, не работал. Когда мы говорим «трудовая династия», то это про не семью даже, а целый семейный клан Александра Родикова. На сегодняшний день старейшего работающего горнового. Дед, обермастер, он с Мариуполя приехал сюда, обермастером работал. Потом отец мастером на нашей печи, на девятой, тоже. После войны, с 42-го по 500-й он сначала воевал, потом дослуживал. Дослуживал, Ленинградский фронт, как раз блокада Ленинграда была. И он потом мастером сюда. Дядька родной, на десятой печи, на соседней, горновым, старшим горновым. Брат на грану установки электриком. Жена моя на ПВС рядом, дутье дает на дом, давала, вернее, сейчас на пенсию. Вот я сейчас самый крайний. Крайний вместо последний – это профессиональный сленг представителей экстремальных профессий. Летчиков, спасателей, военных, шахтеров, альпинистов и горновых. Да и не последний он из Магикан. Он неподалеку, в респираторе и маске, внук, подрастающая смена. Ему есть что оставить. И мы не столько об обновленном современном производстве. Сейчас мотом внутреннем и закаленном стержне, позволяющим таким, как Родиков, с гордостью говорить «Я металлург». Я вижу, что цех не увядает, комбинат тоже, все нормально. Для ребят приятно. У них работа будет. Это же самое главное для нас, для всех. Работа есть, и в быту все складно. Так что я все добился, только здесь. И им пожелаю, чтобы только комбинаты нормальны. Кто-то из горновых в интервью заметил образно. Мы здесь на доме, как в подводной лодке, никуда не деться. И это не глаз обреченного, но осознание общности и нужности того, что делаешь. И еще ответственности не только за себя. Вот почему на вопрос, почему не уходите, ведь тяжело, ответы не отличаются разнообразием. Коллектив хороший. Коллективная работа, тут не один человек. Вот бригадами и только коллектив. Один ничего не сделает. И как-то вот поработали, тяжело. Садимся в комнату отдыха, чай пьем, все. Веселье пошло. Молодцы. Позитивно. Нормально в такой работе. Мужской коллектив настоящий. За 40 лет младенец превращается в зрелого, а для некоторых пожилого человека. За 40 лет до неузнаваемости изменилась жизнь вокруг и в самом доменном производстве. За 40 лет исчезла целая империя. Нет, страна, благодаря таким, как Родиков, никуда не делась. Мы в ней живем. Сменился общественно-политический строй. А девятая домна продолжала выдавать чугун. Продолжал ходить на работу и лежить у печи. Наш герой. Сколько горящего металла прошло через его руки, не считал, но, говорит, пота пролил изрядно. Плавки юбилейные, все застал. Начал, по-моему, с 200 миллионов тонн. Вот сейчас уже последняя была. Что-то, по-моему, 600. Забыл. Вот, посчитать им несложно. Все через нас прошло. Два раза участник плавок был. Так что, нормально. Я не мог не попросить металлурга дать напутствие молодым. При этом очень внимательно следил за глазами Александра Викторовича. Нет, он не учил слова. Это видно сразу. Он так думает. И добавить авторского здесь нечем. Ну, что пожелаю в будущем. И кто работает. За воротами там работы нет. У нас моногород. Я считаю, что только комбинат. Держаться комбината. Если удастся попасть в доминный цех, это сказка, можно сказать. Здесь коллектив нормальный. Любого приберут к рукам будет. То есть, мужской коллектив. Настоящий. Я пожелаю только комбинат. И печи обновляют. И вот литейные дворы. Как раньше пришли, это страшно было. Сейчас совсем другое. Совсем другое. Работать можно. И нужно. И возвращаясь к нашему первому материалу. В далекие 90-е, когда быть хозяином ларька означало едва ли не бога за бороду подергать, тоже существовал концептуальный спор, конфликт между новоявленными бизнесменами и не оставившими тогда производство. На бытовом уровне он сводился к одной единственной хлесткой, но очень емкой фразе. Мы металлурги, а вы штанами торгуете. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok